привет друзья приполз ко мне на ремонт вчера у вас фермер дым из трубы как из паровоза такой старенький жалобы на то что уходит антифриз и подкачивает воздух систему охлаждения ну кто мне на канале бывает тут в принципе уже понял наверное что этот пробой прокладки гбц все симптомы однозначно если есть возможность сейчас заведем его и посмотрим ну если нет то будем сразу разбирать посмотрим антифриз антифриза тут уже нет видимо ушел под машиной сухо поэтому антифриз скорее всего в поддоне щуп достану посмотрим на щупе уже эмульсия поэтому заводить не стоит хозяин конечно рисковал когда ездил не знаю сколько он ездил на этой эмульсии поэтому сохранность коленвала и вкладышей тут уже говорить не приходится чисто надеяться на удачу не знаю сколько он ездил будем надеяться что все нормально сейчас у меня задача поменять прокладку кбц кстати вот для тех людей которые говорят что конденсат оседает на маслозаливной пробки вернее на пробки маслозаливной горловины вот он конденсат ребята это не конденсат это вот как раз эмульсия от антифриза с маслом поэтому кто увидел такие симптомы не думайте что это конденсат независимо от того погода теплая или холодная это первые симптомы пробоя прокладки гбц заводить конечно мы уже не будем потому что запуск двигателя в таком состоянии может закончиться капитальным ремонтом будем разбирать двигатель потихоньку по факту буду показывать ну какие-то основные моменты сниму а в основном буду показывать снял показал потому что там откручивание коллектора и прочих там подобных вещей никакой скажем так никакого интереса для вас не представляет буду показывать по факту снял показал сейчас сольем масло с него антифриз ну как масло вот то что там с маслом случилось сольем и потом будем откручивать разбирать вот эту вот крышечку снимем сзади чтобы нам был доступ головки блока цилиндров и будем потихонечку разбирать пока сливал то что называлось маслом когда-то вот это вот жижа канистра вот здесь десятка такая грязненькая в нее все время масло сливаю слилось многовато я думаю пару литров антифриза тут точно уже есть нарисовались некоторые проблемки откручивал коллектор шпилька одна отлетела гайки вроде медненные стояли ну видимо повторное использование поэтому поэтому она отлетела и тут еще нарисовалась небольшая проблемка дай бог здоровья производителям я думаю когда моторы чинят наши люди на наших машинах они все производителям хвалу воздают вот это вот штука она не снимается никаким образом а вся головка он там вон под ней как это снимать один бог ведает мне попадали на ремонт уазики головастики но все они были с 402 моторами на это с 409 как это вот снимать я пока не знаю ну в процессе разберемся вот здесь все цельная вот эта штука там внизу приварена поэтому снять ее никакой возможности нет ну как-то будем выеживаться сейчас будем тут все сверху откручивать крышку клапанов снимать но там же будем смотреть как нам дальше быть немножко тут под раскрутил часть коллектора впускного снял прокладку не удалось сохранить для этого пришлось вот эту вот крышку здесь открутить потому что до коллектора вот до этих вот добраться можно а вот до той которая снизу здесь стоит до нее добраться невозможно без крышки но если только снизу это там как бы тоже невозможно открутил для того чтобы был доступ к форсункам то есть провода с форсунок снять все убрать проводку всю убрать коллектор в принципе я думаю останется снимать он нам не помешает хотя на этом автомобиле я уже ничего не уверен поэтому не знаю останется или нет сейчас вот с форсунок провода поснимаю надо будет что-то радиатором порешать потому что диффузор здесь вентилятор открутить не позволяет возможно придется снять радиатор в процессе разберемся ремня здесь два все тут доступно в принципе сейчас будем дальше расковыривать кстати вот все время смешно мне да вот аккумулятор стоит в автомобиле внутри по технике безопасности аккумулятор положено заряжать хорошо проветриваемых помещениях вот вот кабина уазика это хорошо проветриваемое помещение люди едут здесь зимой аккумулятор заряжается все пары внутри чем думали производители когда устанавливали аккумулятор вот здесь вот в салоне я прям не знаю но не головой точно потому что травить людей которые здесь ездят ну люди ездят здесь иногда а водитель ездит здесь постоянно то есть и вон постоянно вот нюхает эту кислоту и травится просто шедевральный автомобиль конечно ладно это лирическое отступление сейчас будем продолжать дальше отвязывать все что тут вокруг нам мешает радиатор снимать не стал открутил вот эти вот крепежи стяжками сюда вот его подтянул к рычагу диффузор потому что снять невозможно можно только радиатор целиком вытащить потому что здесь вентилятор стоит вот он мешает вентилятор сосед там долбит как детал что-то и здесь вот прикол хоже на как-то было здесь видимо стояла виска муфта сделали вот такую вот штуку гайки виска муфты приварили ступицу на ступицу прикрутили вентилятор причем прикрутили как-то по идиотки нет чтобы болты отсюда поставить а здесь гайки нет ставили болты отсюда прикрутили потом прикрутили вот эту штуку теперь вот откручиваете каким образом тут не знаю сейчас будем какую-то такую штуку изготавливать прицеплять чтобы гайку тут открутить потому что нам шкив получается не снять вот таким образом тут все круто прикол хозили мало того что это автомобиль завода вышел больным во всю голову от производителя тут еще люди стараются максимально все усложнить и изуродовать сейчас будем какую-нибудь штуку изготавливать чтобы открутить нам вот эту вот гайку потому что ключ сюда запихать никакой реально возможности нет для откручивания ступицы пришлось изготовить вот такую вот штуку то есть две планки с отверстиями с одной стороны они прикручены к ступице а с другой стороны стянуты вместе и с помощью вот такого приспособления открутил ступицу все тут отвязал шкив снял обратку подачу топлива снял с форсунок провода снял проводку все вынул вот отсюда вот он туда и кинул сил чтоб не мешало генератор тоже открутил вот эти два болта открутил отсюда и просто отодвинул раскручивать не стал открутил гидронатяжитель гидронатяжитель здесь стоит такой без фиксации просто нажимной и вон там видите эмульсия эмульсия у нас везде так что не знаю сколько еще проживет этот двигатель и насколько у него уменьшили ресурс вот такими покатушками сейчас будем снимать крышку клапанов и посмотрим как весело будет там у нас снял крышку клапанов вид конечно ужасный кругом кругом эмульсия везде эмульсия прям жесть здесь вот немножко потертые прям кулачки распредвала везде все в эмульсии просто жесть в крышке клапанов тоже хорошего мало прям все в эмульсе не знаю прям сколько ездили бедный мотор бедный бедный мотор не знаю как у него жизнь продолжаться будет дальше может быть когда-нибудь придется его уже в скором будущем капиталить сейчас будем снимать распредвалы и все это дело складывать здесь вот доснимаете распредвалы вот здесь помечены распредвала шейки то есть цифрами они стоят вот сюда вот наружу цифрами здесь наружу цифрами здесь вот здесь цифры стоят вот вот здесь то есть точки просто здесь цифры цифрами они идут наружу с одной и с другой стороны путать их местами нельзя потому что каждая из них находится на своем месте сейчас будем снимать убирать распредвалы провернем двигатель чтобы он стоял по меткам что потом не заморачиваться и цепь ставить на место привяжем ее аккуратненько чтобы она у нас внутрь не свалилась все это уберем и будем уже откручивать головку блока цилиндров потом наверное придется открутить щуп там внизу если смогу снять сниму если нет придется отрезать коллектор выхлопной целиком еще надо будет снять патрубки вот здесь внизу ну и вот эти провода отвязать ну и потом сейчас нам надо снять распредвалы снял распредвалы положил их в крышку пока потом буду все мыть протирать звездочки цепил стяжками в отверстие пластиками чтоб потом не метки не искать распредвалы вывел вот сюда и сюда сюда вот сюда штифтами чтоб потом ставить проще было и привязал пока вот на руль потом когда буду голову снимать кому-то придется подержать звездочки чтобы головку через них снять открутил болты головки откручивал старым динамометром вот эти вот маленьким болты снялись на разном усилии то есть где-то середина 70 дальше чуть побольше ну краям тут сотка короче головку тянули как попало в принципе ну как попало протянули разок-другой и бросили головку нужно садить аккуратно до того момента пока болты перестанут шевелиться потому что когда вы головку крутите вот середины краям края прижимаются середина ослабляется поэтому нужно несколько раз протягивать ну кому интересно там видео есть на канале по поводу затяжки гбц можете посмотреть ну короче головка была затянута так себе не очень чтобы очень свечу выкрутил четвертую свеча четвертая мокрая вот она мокрая то есть ну по большому счету прокладка прогорел на четвертом цилиндре но на 409 есть такая болезнь там подогревается 4 цилиндр прокладка в основном там прогорает поэтому так я все привязал сделал все открутил сейчас надо будет открутить корпус термостата чтобы потом там его снять можно и с ним конечно но потом ставить будет неудобно поэтому надо его открутить вот здесь снизу патрубок с него вон там снять открутить чехольчик и попробуйте открутить вот этот вот щуп потому что головка через него вверх сюда не снимется вот это место тут не даст надо будет его открутить либо придется коллектор отворачивать целиком ухлопной ну либо вот щуп открутить чтоб головка снялась будем сейчас откручивать чехольчик корпус термостата и щуп и потом снимать головку и потом уже покажу чего там у нас внутри приключилась вот сняли головочку привязали на место опять цепочку со звездочками коллектор пришлось снять выхлопной потому что не стала заморачиваться со щупом тем более на коллекторе надо высверливать вот эту вот шпилечку вот такой закон подлости вот тут можно сквозную поставить здесь можно тоже сквозную поставить а вот здесь сквозную поставить нельзя именно вот здесь зараза она и обломилась но это такой закон подлости пробой как я и предполагал на четвертом цилиндре вот поршенечек весь чистенький такой помытенький блестит вот она так прокладка выглядит катастрофично не знаю сколько прошел двигатель надо спросить пусть того кого делали ну вот смотрите хочу что показать вот по поводу затяжки гбц вот это вот продавленное все то есть головка была затянута затянуто было до упора прям по максимуму там не знаю на коленом упирались тянули вот эти все места по прорезала ну раза два на затянули до упора потом бросили все это дело поставили и поехали то есть не садили головочку постепенно а именно вот до упора тянули и вот такие результаты потом получается то есть вот здесь пробой тоже в принципе недалек вот тут тоже не так как бы много времени это же пробой был бы и вот тут на четвертом вот так и вот так то есть вот здесь вот прожгло и даже видно вот это вот под копченое место здесь вот тоже вот так получилось вот головочка выглядит она не критично ну вот здесь вот уже конечно подъеден на то есть антифриз такой видимо не очень качественный был эти места так по подъела вы его прям тут ямы канавы вот тут видно тот самый пробой вот тут тоже все посъедено уже так что наверно головочку надо отправить на фрезу будем отправлять на фрезу скорее всего ну и заказывают запчасти и потом уже будем собирать здесь вот прям уже до колец газового стыка почти все дошло и вот здесь вот если я сейчас буду собирать в таком виде в котором она есть то в принципе может быть такое что результата может и не быть тем более после такой странной затяжки слове странной надо букву т убрать и тогда будет как раз вот характеристика затяжки такая какая должна быть головку могло после этого повести винтом и так что у нас под дефектовки прокладка гбц само собой разумеется комплект прокладок то есть вот эти вот прокладочки и вот это вот комплект прокладок крышки клапанов патрубок он тот вон нижний у нас лопнул патрубки рхх где-то у нас они тут тоже лежат тоже лопнули потом что еще нам нужно будет гидронатяжитель но и желательно поставить свечка одна тут у нас по минимуму умерла тоже надо будет ее заменить заменить нужно будет успокоители цепей потому что они ставятся один раз вот это место обжимается и потом при повторной установке они будут болтаться потому что болты фиксированные никаких граверов ничего нет то есть чисто вот прижимом держат они потом могут болтаться и лопнуть масло нам надо будет антифриз пару фильтров масляных потому что фильтр один поставить чтобы вот это вот лажу всю из двигателя забрать потом его выбросить и поставить новый фильтр прокладки коллектора выхлопного ну и по большому счету все но еще вот ролик натяжной тоже нужно заменить вот такой вот процесс дефектовочки но еще нужно вон головку увести под фрезу и в общем то на этом наверно все так что будем заказывать запчасти головочку отправлять на фрезу ну а потом уже собирать все в обратном порядке всем пока ждите вторую серию по замене прокладки гбц на замз 409 пить